СОЛЬ ЗЕМЛИ СОЛЬ ЗЕМЛИ Даже в самый первый раз. Но на фестивале я практически еще ничего не видел и вряд ли увижу. Я приехал сюда по двум, так сказать, приглашениям. Мастер-класс среди молодежи и творческий вечер в театре художественной. Поэтому мне ничего не удалось посмотреть. Извините, я только в каталоге посмотрел. Но я даже в каталоге уже отметил кое-какие работы, которые мне бы захотелось посмотреть. И в Москве я их, думаю, отыщу в интернете и посмотрю. Дело в том, что в вашем творчестве есть подход с двух сторон. Вы смотрите, так скажем, на проблему или даже на тему. Это монах и бес, полицейские и воры. То есть, если проще говорить, добро и зло. Сегодня, если выбрать актуальную тему, вы бы какие темы столкнули, противопоставили друг другу? Вот что важно? Ну, наверное, добро и зло вы правильно назвали? Добро и зло. Добро и зло. Тут очень много таких можно противопоставить. То, чего у нас есть. Ведь недаром я снял фильм «Раскол». И Александр Исаевич Солженицын говорил, что если бы не было бы 17 века, когда произошел раскол русской православной церкви, может быть, не было бы 17 года, когда свершилась революция. И вообще эти трещины, этот раскол, он до наших дней дошел. До 21 века. Вы так глубоко проанализировали. У нас православная составляющая очень такой широкой полосой идет и по фестивалю, и по нынешнему фестивалю. Игорь Владимирович, расскажите вообще в целом о фестивале, как директор, и вот об этой вот составляющей. Потому что вы в качестве иереи тоже сегодня представляете фестиваль. Да, фестиваль, безусловно, принимает фильмы, которые основываются на православных традициях. Но дело в том, что это не значит, что в кадре должны быть храмы, купола. В таком обыденном восприятии. Да, в таком, как бы, примитивном, я бы сказал, восприятии. Нет. Достаточно много фильмов, которые, скажем, в которых нет вот этих перечисленных мной предметов, но тем не менее эти фильмы рассказывают о людях, которые, позициях, жизненная позиция, которая как раз вот опирается на православные традиции, которые у нас, в нас, в нас, русских людях, они заложены. Да, мы, может быть, их не осознаем даже, скажем так, не проявляем в повседневной жизни, но они в нас присутствуют. То есть люди, которые стремятся жить по заповедям. Доброта, милосердие, да. Желание, так сказать, понять другого человека, может быть, простить ему что-то. Это все вот как раз те... Ценности. Те права, так сказать, все то, что взято нами из заповедей, все это в нас присутствует. И фильмы, которые приходят на фестиваль, они как раз в большинстве своем или затрагивают эту тему, или герои, так сказать, показывают какие-то поступки, которые тоже подтверждают то, что я сказал. Да, вообще сегодня, мне кажется, очень актуально самоосознание, самопознание у людей. И вот эта тема православия, она дает такую почву-основу, да, вот на основе чего это делать? Вот анализировать себя, да, что в тебе хорошо, что плохо, где добро и зло и так далее. Николай Николаевич, такой вопрос. Во что вы верите? Вот опять же с этой тематикой, потому что вопрос веры, он, конечно, идемный, но... Вы знаете, я это уже неоднократно повторяю, цитирую, Гавриата Нобелевской премии Альберта Швейсера. Он сказал, по-моему, очень хорошие слова у него есть. Мой опыт пессимистичен, но моя вера оптимистична. Вот это главное, надо верить в хорошее, в добро, в то, что оно наступит. Ну, может быть, не в нашей жизни, не в этой жизни, но оно будет. Поэтому вот я верю в то, что, ну, как же иначе жить, если не верить, что добро победит зло? Да, наверное, нужно к этому стремиться. Не обязательно в моей жизни, но пускай мои дети, внуки будут жить в другой, в новой России, в какой-то такой совершенно такой уже современной, цивилизованной, свободной абсолютно от всех комплексов. Но это вопрос веры, я хочу сказать. Вот даже вот вы говорите, да, но это же вопрос веры. Верить лучше в будущее. Я в это верю в будущее, а как же? Так, иначе, если не верить, то как тогда жить? Ну что, тогда все уже... Только интересно, верю в будущее. Ну, прекрасно. Оптимистично. Да, но живу здесь и сейчас. Но живу здесь, вот это важно. Вот это надо жить здесь и сейчас. Это важное замечание. Вот поэтому у меня опыт такой вот не всегда позитивный. Но что делать? Между тем, вы обратились вот к этой теме, да, «Монах и бес», тема, ну, явно православная даже по названию фильма отслеживается. Ну, в общем, да. Что вас подтолкнуло, и как это происходит? Почему вы решились на это, вот раскрыть вот эти сущности? Ну, знаете, тут нет такого, что я решился. Так. Тут скорее происходит иначе. Вот как-то. Вот я снимал фильм о Шаламове «Завещание Ленина», о великом русском писателе. Я считаю, не хуже, не слабее, чем Солженица. Она может быть даже как писатель и выше. И поэт. И когда я читал его, у него есть стихотворение, называлось «Авакуум Пустозерский». Вот я прочитал это стихотворение, даже такая поэма, как там, не в бревнах, а в ребрах церковь моя, начиная с стихотворения. Я так немножко стал, углубился, почитал его «Житие» и подумал, вот Шаламов 15 лет на Колыме выжил. Авакуум – это 20-й век. Авакуум 15 лет Пустозерский сожжен. Какая-то перекличка стал. И потом появился автор сценария такой, Михаил Николаевич Кураев, питерский писатель, и написал сценарий. И я стал снимать. И мне было интересно, это как сказать, я тут, помимо художественной задачи, была еще такая просветительская. Рассказать о том, что и Авакуум, и Боярни Морозовы – это не какие-то там сектанты, а тоже православные люди. Такие же православные люди, но другого обряда, по-другому крестились и так далее. И вообще, 17-й век, он был такой неизведанный век для нас. Мы ничего не знаем. У нас как там Иван Грозный, Смута, Борис Годунов и потом сразу Петр Первый. А тут Алексей Михайлович Тишайший. Тут бунт Ивана Пугачева. Медный бунт, соляной бунт. И главное – раскол русской православной церкви. Это все 17-й век. Как сказал Солженицын, не было бы 17-го века, может быть, не было бы 17-го года. А как монах и бес появился? Опять же, снимая раскол в городе Кирилла и Вологодской области, рядом находится Нилсорская пустынь. Нилсорский – замечательный святой, которого я очень почитаю, который проповедовал нестяжательство, то, чего нам ой как не хватает в нашей церкви и нашим людям вообще. Всем нам нестяжательству. И там жил, он-то жил в 14-м веке, а в 19-м жил такой Иван Семенович Шапошников. Убогий, хроменький, хромал. Жил на кухне, рисофор. Утром ночевал на кухне. Утром выходил иногда с синяком с кем-то, то ли дрался там, то ли что-то там у него, не знаю. А потом поехал в Великий Новгород. И в Софийском соборе лежат мощи Иоанна Новгородского, знаменитого тоже монаха. Он был когда монахом, это 11-й век. Он поймал беса, прокомойники. Тот сказал, отпусти, отпущу, если ты меня за одну ночь в Иерусалим, в гробу Господню. Он его сводил за одну ночь. А когда вернулись, он стал ему мстить, подбрасывать компромат, как сейчас назовем, какую-то попельотки, брашку. Тогда братью схватило этого Ивана на плот, привязало его в Волхов. А ну-ка плыви от нас подальше. А плот попрел против течения обратно. Они туда, обратно. Тогда все братья на колени вернуло его в монастыре. Он стал в монастыре, он стал со временем архиепископом, архимандритом, настоятелем. Я подумал, вот как это Иван Семенович Шапошников и вот это, как это все связать? Кто это может мне такой вот? Арабов. Я его рассказал. Он написал сценарий «Монах и бес». Вот как рождаются сюжеты. Вот они так вот абсолютно случайно. Игорь Владимирович, состав участников и работ, вот даже по процентам, может быть, по частям, как разложить, вот каких больше работ на этом фестивале? Ну, безусловно, работы все рассказывают о людях в первую очередь. Ну, работы, как мы уже, так сказать, традиционно работаем 12 лет, представлены в пяти номинациях. Здесь и сейчас. Времена не выбирают. Русский собор. Чти отца твою и матерь твою. И Ка Магридеши. И вот в этих пяти номинациях, почему-то, мы пытались охватить, как бы, ну, все темы, которые, ну, насколько нам это удалось, конечно, судить зрителю, пытались охватить все темы, которые могут быть представлены. Это и исторические личности, и те, кто сегодня совершает какие-то поступки. Русский собор, то, что нас объединяет, язык, наше прошлое, наши предки. Ну, Ка Магридеши – это то, от чего бы мы хотели избавиться в нашей сегодняшней жизни, что является каким-то препятствием для движения дальше. Ну, а фильмы, которые представлены на фестивале, ну, вот я уже говорил на пресс-конференции, когда открывался фестиваль, у нас появилось достаточное количество фильмов о спортсменах. Сегодня, может быть, это какое-то такое веяние времени, когда мы... Иногда говорят даже больше, что спорта даже очень много в нашей жизни стало, когда проходили... Я с вами совершенно согласен. Это даже уже негатив какой-то пошел. У нас спорт, танки, космос. Да, вот-вот. Изобилие вот этого. Танков, космос и спорт. Ну, я бы хотел закончить эту мысль о том, что все-таки у нас те фильмы о спортсменах, которые представлены на фестивале, они не только о спорте, как вот о цели, так сказать, этого фильма, нет. О людях, которые когда-то были спортсменами, чемпионами, как они живут сейчас. Когда уже паблик, так сказать, золото призов, фанфары уже не звучат. Как преодолеть, как перейти уже в новые качества, живя вот с этим. Вот это вот интересно. Да. Как Ирина Розанова сказала, наша замечательная актриса про Николая Николаевича, если бы он пошел в журналистику по своему образованию, мало бы никому не показалось. Вот подтвердила Николаевича, я сказала, что спорта много. Я хотела бы еще про все-таки православие уточнить. Какие работы присылают? Вот вы сказали про людей, а в православии вот что важно, что показывают? Вот как вы же отметили, это не только храмы, церкви и так далее. Нет, ну у нас, конечно, есть и работы, скажем, о подвижниках, о священниках наших современных. Да, такие работы присутствуют. В Трусском соборе есть такие, вот фильм «Отец Никон», например, об известном митрополите из Липецкой области. То есть есть и фильм, который непосредственно рассказывает о людях, которые служат в церкви, у алтаря. То есть у нас тема православия, она все равно в той или иной степени представлена. Ну и, скажем, вот номинация «Чти отца твою и матерь твою» это цитата из «Десяти заповедей», которые, в общем-то, ну всем нам необходимо ее помнить об этом, и в воспитании детей, и в отношении к нашим родителям, к взрослым. Эта тема тоже, она, так сказать, изобилует то, что можно напрямую связать с православием. Да, все номинации очень содержательные, нравственно наполненные, я бы сказала, потому что даже названия отражают вот это наполнение. Сегодня такая тенденция, что документалистика уходит в интернет. На центральных и телевизионных каналах редко мы увидим такие сильные, серьезные документальные фильмы, которые пробивают, прошибают всех, а заходишь в интернет, и миллионы и миллионы просмотров на актуальные темы, тот же «Беслан» взять и так далее. И это доказывает то, что аудитория готова воспринимать, более того, огромный интерес публики. Почему тогда так получается, что на каналах, которые заинтересованы вот в этом притоке зрителей, нет таких фильмов? Вот сегодня серьезных, сильных. И работы фестиваля будут как-то продвигаться, или хотя бы победители номинантов? Ну, отвечая на первый вопрос, могу сказать, что все-таки документальные фильмы, это, ну, это не экшен, конечно же. Это работы, где нужно остановиться, подумать, как-то вот вырвать себя вот из этой беготни. Там нет, может быть, каких-то таких вот ярких аттракционов. То есть человек должен немножко перестроиться. И, наверное, еще это связано с тем, что нас немножко отучили вот от такого восприятия кино. А что касается продвижения этих фильмов, ну, фестиваль, в межфестивальный период, мы стараемся, чтобы эти фильмы увидели школьники, в первую очередь. Вот у нас есть такое направление, как документальный урок, который проводится в школах. Ребята смотрят фильмы. Это, конечно, внеклассная работа. Смотрят фильмы, да. С детского возраста все начинают. Хотя бы показать им, чтобы они знали, что помимо, что есть и такое кино, есть вот эти люди, они живут с нами, среди нас, нужно на это обращать внимание. Вот таким образом. Я могу дополнить совершенно с другой стороны. Почему нет на телеканалах? Алчность руководителей телеканалов, алчность, подчеркну, не позволяет им выйти на экран. Рейтинг маленький, прибыль маленькая. Вот опять же рейтинг, это оказывает обратное, что рейтинги-то есть. Подождите, подождите, вот те, кто смотрят телевидение, они не смотрят документальные, а им давай-подавай развлекательные, да сериалы, где есть рейтинг. А это они не смотрят, и тут нет рейтинга. А если показывают, то показывают в 12 ночи или в 7 утра, как бы так сказать, для отмазки. Вроде мы показали, никто не видит. Это большая проблема. Она даже звучала там на Совете по культуре, об этом говорили Путину, что вот как это, документалистики, почему им не дать время, прайм-тайм. И все равно, ВОЗ и ныне там, они все равно, как бы, тем более там федеральный канал один, официальный, это российский, остальные как бы формально, они как бы сами по себе, хотя тоже, так сказать, государственные, можно сказать, только поэтому и никак не пробиться. А в интернете, пожалуйста, любой желающий хочет, смотрит, любой можно выбрать. Поэтому, к сожалению, и только еще, может, по каналу культура, еще там бывают хорошие документальные фильмы, потому что там нет рекламы, там никто за рейтинг не борется, как таковой, ну, в такой степени, как другие каналы. Нет, соревновательно с другим каналом. Там еще как-то пробивается документальное кино. Вот так я бы ответил. Но в любом случае, жизнь, она бескрайняя. Если в одном где-то какой-то канал закрывается, в другом находит источник, выход какой-то. Вот в данном случае получилось, сервей для документалистики закрылось. А в интернет получился канал. Это будущее всего. Вот, например, у меня Монах и Бес. Вот только в интернете там полтора миллиона просмотров. Ну, полтора миллиона. Если это помножить на стоимость билетов, если бы это было в кинотеатре, это бы большая прибыль продюсеру, понимаете. Поэтому интернет – это вот спасение для тех фильмов, которые не могут пробиться. А спор, опять же, повторюсь, спор, танки. Это, пожалуйста, пробивается. Теперь о функциях и задачах самой документалистики. Было какое-то время, когда люди просто смотрели на реальность, на отображение реальности через документальное кино. Вот снимали, ехали куда-то в глубинку, там, в деревню, и снимали, показывали. Вот как же, вот люди в глубинке. Сегодня даже Галина Семеновна Прожека, которая почетный гость фестиваля, она сказала, что сегодня это не просто отображение, но как продвижение, даже не продвижение, я сейчас найду вот точную ее цитату, где-то выписала. Так, вот побуждение. Вы с этим согласны? И к чему сегодня документальное кино может подталкивать людей? Побуждение к чему, как она сказала? Не знаю, просто сказал побуждение. Не просто просмотр нашей реальности, отображение, а побуждение, может быть, даже к действию? Или к чему-то? Ну вот это я не знаю, это нужно какую-то законченную. Вы одно слово вырвали, надо все-таки законченную фразу, да? Побуждение к чему, пойти попить чайку? Ну не просто посмотреть, да? Или пойти? Как там живет тетя Маня с дядей Петей? Ну да. Ну я думаю, все-таки Галина Семеновна имела в виду то, что, просмотрев документальный фильм, человек побуждается к чему-то хорошему. То есть изменить ли вы себя внутри, в первую очередь заглянуть в себя, посмотреть, все ли я так делаю, сравнить себя с героем, с теми событиями, ну и, возможно, постараться как-то вот свое окружение тоже иначе действовать, что-то какие-то шаги предпринять в изменениях. Все-таки тема самопознания и осознания. Вот как важно жить в осознанной действительности, осознавать все, что с нами происходит. Не просто вот жить, да? Ну это естественно. Потому что ты сказал, что для России, вот мы сегодня в век потребительства живем, что это вообще не присуще России. Мне кажется, даже вчера ни с вами, ни с вашим ли участием смотрела этот фильм «Готовясь к эфиру», что там вот это тем, что это не для России. Вот это всегда люди были у нас миссионерами на Руси. Вот это был такой пласт такой огромный. Потом это все ушло. Нет, пожалуй, наоборот. Миссионеры – это единицы всегда, везде. Но были они, а сейчас? Ну были, да, но были миссионеры. А основной это народ, это все-таки, которые не очень осознавали, по-моему. Для них была борьба за выживание, борьба за жизнь, борьба за смертью. А с другой стороны, как для русских характерна тема терпимости, терпения? Вот я об этом говорил, да, что у нас как бы она превалирует над многими другими качествами, которые, может быть, заложены в русском человеке, в «Россиянине». Но они как-то не востребованы в обществе, что ли. А терпение вроде, ну ладно, Бог терпел, и нам велел, ну и ладно. Лишь бы не было войны, как говорится. Это вот плохо, конечно, что на этом... А вообще, я хотел сказать, что кино, я вот там говорил, что кино не может изменить жизнь. Но кино может изменить отношение человека к жизни. Сделать продвижение человека... Вот почти как Галина Семеновна. Я специально говорю. Продвинуть его к другому человеку. К пониманию жизни. Вот, может быть, это я так уже... Да-да-да, но понимание жизни, что как не документалистика, позволяет нам понять жизнь реальную. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет с открытия фестиваля, ну а потом мы продолжим разговор. Кадры из документальной ленты ушел из дома в сторону леса. С этим фильмом Наталья Егорова делает первые шаги в большой и красочный мир кинематографа. Журналистка по образованию Наталья все же решила посвятить свою жизнь режиссуре, о чем мечтала еще в детстве. Чтобы представить свою работу на 12-м всероссийском кинофестивале «Соль земли», девушка приехала из Москвы. В центре сюжета история одного поиска. Больше суток режиссер провела вместе с поисковой бригадой Лиза Алерт и весь свой опыт передала в картине. Документальное кино показывает жизнь, а она порой преподносит такие сюрпризы, что и придумывать специально ничего не приходится. Пока снимаешь, ты постоянно думаешь, правильно ли ты снимаешь, что надо еще снять, что надо добавить, что было бы хорошо еще. И уже на самом деле в процессе съемок ты монтируешь. Это уникальность документального кино, потому что в игровом кино ты все-таки снимаешь по сценам. В судействе фестиваля именитые кинокритики, профессорский состав в ГИКа и режиссеры из России, Белоруссии и Грузии. Кинопраздник объединяет творческих людей из разных точек мира. В этом году в основную программу вошли более 50 фильмов по пяти номинациям. «Здесь и сейчас», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Кому грядешь» фестиваль проводится в Самаре не случайно. Документальное кино и самарскую землю связывает общая история. Именно здесь, тогда еще в Куйбышеве, открылась первая студия кинохроники по Волжье. В годы войны ее кадровый состав усилился за счет эвакуации сюда центральной студии. Кроме людей сюда перевезли оборудование, что вместе в совокупности дало невероятный толчок для дальнейшего развития. Сегодня в кино стало больше возможностей. Современное оборудование позволяет передать каждую деталь, каждую эмоцию, поймать даже шорох листвы. Из-за чего кинолен становится в разы больше. На одну и ту же тему можно встретить десятки тысяч фильмов. Самое главное, что говорит о действительно успешном кино – это целостность мысли. Автор должен сам четко понимать, о чем он хочет поговорить со своим зрителем, уверены эксперты. Но как только возникает возможность зрителей увидеть документальное кино, возникает тот ток взаимодействия документальных героев через призму авторского видения со зрителем. И это необычайно обогащает зрителей и сохраняет их любовь к документалистике. Поэтому я и люблю Самарский фестиваль. За 12 лет фестиваль пришелся по вкусу самарскому зрителю. У него появились постоянные гости. Самое предъявительное здесь – это быть ближе к такому далекому и манящему миру кино. Приходят и молодые студенты, и люди постарше. То есть достаточно аудитория широкая. Ну и, конечно, интересные люди приезжают к нам в город. Хочется их увидеть, послушать. Каждый год проходят творческие встречи с именитыми режиссерами, сценаристами и актерами. На этот раз о своей истории рассказала заслуженная артистка России Инга Аболдина. Ооо, Ева! За чем сейчас ты красиво сказала? Я, брат, мне я юбка. Прямо вся я загорелась. Показ фильмов на фестивале документального кино «Соль земли» пройдет до 20 сентября. После каждой ленты обсуждение с авторами в формате без галстуков. Игорь Владимирович, расскажите, к чему приурочен нынешний фестиваль и какие призы ждут победители. И главное, оцените, пожалуйста, масштаб просмотров, как организованы показы, просмотры. Вот сколько людей сможешь, ну, приблизительно, конечно, увидеть. Ну, фестиваль традиционно проводится где-то во второй-третьей декаде сентября. Приурочен к чуду Архангела Михаила в Хонях. Это 19 сентября. Вот завтра как раз будет этот день. Основной приз – это цитуетка Архангела Михаила. Она вручается и в номинациях, и за лучшую операторскую работу, и, конечно, гран-при. Но гран-при, он отличается тем, что это позолоченный приз. Ну, краткое описание приза – это Архангел Михаил, поражающий копьем древнего змея. Это, в общем-то, такой библейский сюжет. Мы оттолкнулись отсюда. Что касается просмотров, основные просмотры проходят в кинотеатре художественной. Традиционно у нас это Центр российской кинематографии наш самарский. И в историческом парке «Россия. Моя история». И, начиная уже где-то с прошлого года, фестивальные фильмы демонстрируются на площадках исторических парков в 20 городах России. То есть от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. Это такой достаточно большой охват аудитории. То есть фестиваль, вот так вот он расширился благодаря соединению с этим федеральным проектом «Исторический парк «Россия. Моя история». И что еще хотели спросить? Ну, все. Приблизительно сколько посмотрят людей? Чтобы мы масштаб видели? Масштаб, количество. Ну, даже по прошлому году, если судить. Ну, я, наверное, около, наверное, да, это и институт у нас отправился. Наверное, около 10 тысяч, может, что-то около этого. Да, потому что, чтобы мы реально представляли, какой охват, ради чего все вот это делается. Николай Николаевич, хоть вы сказали, что у вас нет такого опыта при оценке работы документалистики, вы все-таки что-то связаны с этой темой. Не с Самарой, а с Саратовом. С Саратовом. Знаете, я был в Саратове председателем жюри. Там международный фестиваль документального кино называется «Саратовские страдания». Ох ты, какое название интересное. Да, 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 да. Главный приз у них в виде гармошки там какой-то. Само слово «страдания» почему-то наталкивает. Вот ты знаю, наверное, да. И там был все время президент фестиваля Олег Павлович Табаков. Вот как. Потому что из Саратова Табаков, Миронов, Янковский, Михайлов. Оттуда масса. Даже Алена Апина оттуда. Алена Апина, да. Вот, вот, вот. Певица. И в этом году мне позвонила Татьяна Викторовна, директор фестиваля, и говорит, Никакай, мы хотим вам, мы вашу кандидатуру обговорили, вверхах где-то там, Минкульт или где-то. Мы хотим, чтобы вы были президентом фестиваля у нас. Я говорю, Татьяна Викторовна, ну с какого ляха-то? Я режиссер игрового кино и вдруг президентом. Ну, мотивировка такая. Во-первых, у вас отец родился в Саратове. Я говорю, ну было дело, родился в Саратове. Правда, он еще мальчиком уехал в Царицын, потом в Москву поступил, в ГИК и так далее. А второе, вы были когда представителем жюри, вы нам очень понравились. Я говорю, ну, Татьяна Викторовна, вы мне тоже понравились, ну ваш фестиваль. У них такой фестиваль камерный, без всяких красных дорожек. Вот это, знаете, без пафоса, ничего, просто по делу все. Ну, международные, иностранные, члены жюри, иностранцы. Я говорю, ну, если мне ничего такого от меня, я ведь не могу, Олег Павлович, там заходить в самые там верха и открывать там ногой кабинет. Он говорит, не надо, не надо, не надо. Я говорю, ну, пожалуйста, я готов быть президентом фестиваля вашего. У вас хороший город, мне очень понравилось. Мы там с женой были вместе, когда представителем жюри. Поэтому вот так меня свела судьба с документалистикой, которую я люблю смотреть. Я правда люблю документальное кино. А тут вдруг мне позвонили, вот уже из Самары. И говорят, не хотите ли, не хотите ли, не хотите ли, как я сказал? Хочу. Потому что в Самаре не было. А еще когда узнал, что целый день на корабле, вдвойне сказал хочу. Вот так я здесь. И оказался, и сейчас. Хотелось бы еще статус международным. Мне кажется, вот он не обозначен как международный наш фестиваль. Да, мы президентом как всероссийский фестиваль. Как открытый у вас называют. Открытый всероссийский. Да, открытый. Но у нас же и из Грузии, да, и, по-моему, из каких стран. Из Белоруссии, да. Вот у нас, например, члены жюри из Грузии, далее Краперидзе. Ну, тогда он уже международный становится. Ну, изначально вот такая формулировка была принята. Открытый всероссийский, да. А как это отражается? Вот участие документалистов из других стран на нашем фестивале как отражается? В чем вот это вот? Наличием фильмов, в первую очередь, да. Ну, шире. Особым взглядом каким-то, скажем, безусловно, так сказать. А подход есть разный у документалистов, допустим, Грузии, Азербайджан или кого-то? Конечно, Киргизии, да. И российский. Разный подход все-таки у документалистов. Да, и Сербии, да, безусловно. Но мы как-то сходимся в одном. Мы все, так сказать, в общем-то, на позициях добра, развлечения добра и зла стоим. И в этом, так сказать, наш, находим общий язык, безусловно. Да, вот как интересно, что у нас время, программа подходит к концу. Из чего мы начали вот добра и зла? Я хочу добавить, международный фестиваль, он дороже, бюджет больше. А как же, из-за границы, из Копенгагена, из Берлина. Но мы до этого еще пока не дошли, из Копенгагена приглашаем. Нет, у нас были члены жюри из Сербии были, мы приглашали, да. И там еще какая-то статус, еще какая-то есть Международная федерация фестиваля, она должна узаконить статус Международного фестиваля. Да, ну это, наверное, будущее, которое Николай Николаевич всегда смотрит, но живет сегодня, сейчас и здесь. Нет, я почему сравниваю с Саратой, вот они прошли эту процедуру. Узаконивание Международного фестиваля. Ну, будем стремиться к этому, наверное, этот статус еще увеличит наше видение Самары другими странами и наше позиционирование. Нет, ну Самара, я считаю, вполне достойна того, чтобы здесь проходил Международный фестиваль. Прошлый год, скажем, чемпионат показал, что Самара готова встретиться. Ну что ж, спасибо вам большое и за участие, и за информацию, и за размышления. Всего вам хорошего. Я прощаюсь и с вами, дорогие телезрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова